Всем привет, меня зовут Денис Всем привет, меня зовут Денис и как вы уже поняли по названию видеоролика в этом видео я постараюсь научиться пэн спиннингу Я постараюсь научиться пэн спиннингу за 24 часа И вы наверное спросите чё, зачем? Я вам отвечу за шкафом. Так как я еще играю на гитаре мне нужно развивать моторику своих рук И да, эксперимент про гитару тоже скоро выйдет, так что ждите, это маленький спойлер Итак, не буду вас задерживать Желаю вам приятного просмотра Я пойду тогда крутить ручку Да Крутить ручку Интересное занятие За эти 24 часа я должен буду выучить Тамбор Аунд, Чардж, Соник и еще другие три элемента Они не первой важности, поэтому я не буду говорить про них сейчас И да, я конечно же не научусь крутить ручку за 24 часа как эти китайцы Или Или это кореец Не важно Мне особо атаки не нужен такой профессиональный уровень как у них Мне чисто так Попонтоваться перед Одноклассниками Начнем, пожалуй, с элемента Тамб Араунд Так как он самый легкий И Ну Маленький спойлер Он нифига не самый легкий Чтобы его сделать Нам нужно взять ручку Как мы пишем И сделать как бы щелчок Средний палец подводим к большому И тут важно то, что нужно вовремя убрать свой указательный палец Чтобы ручка не ударилась об него Нужно понимать, что Если вы сильно будете толкать ручку То она у вас улетит А если слабо, то не будет докручиваться Здесь уже дело практики И нужно найти идеальный баланс Мне этот элемент дался тяжелее всех Так как я первые 10 минут Вообще не мог понять, что происходит И почему у меня улетает ручка Но Спустя 20 минут Произошло чудо И О Да У меня получился этот элемент Раз А потом Второй Реально сделал Следующий трюк Это чардж И этот элемент Мне дался легче всего Чтобы выучить чардж Мне для начала нужно выучить чардж с поддержкой А после этого Уже переходить на Обычный чардж Итак Как же делается чардж с поддержкой На перепонку руки Мы должны поставить одну из частей ручки А вторую часть Мы должны взять Между средним и безымянным пальцем И сделать толчок большим пальцем И Из-за давления Ручка у нас по инерции Полетит по кругу вверх Ну Короче Выглядеть должно это Как-то так Как я говорил Этот элемент Мне дался легче всех И я мог спокойно уже Крутить так ручку Уже через 10 минут Но Это чардж с поддержкой А нам нужен без поддержки На самом-то деле Все просто Мы убираем одну часть ручки С перепонки И стараемся крутить Чисто двумя пальцами Это мне удалось Так же довольно-таки легко Так как нужно правильно Сдать энергию пальцем Следующий элемент Это соник И тут к нам на помощь Приходит чардж С поддержкой Чтобы сделать этот элемент Нам нужно просто Сделать чардж с поддержкой И в момент Когда ручка будет В последней точке чарджа 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 Нам нужно будет Свести указательный палец К безымянному И опустить Средний палец И трюк готов Вау На самом-то деле Ничего сложного нет Да ладно На этот трюк У меня ушло Примерно Пять минут Так как он Такой же Как и чардж И кстати Некоторые поначалу Ущи соника Потом чардж И это как-то странно Ведь чардж Это основа соника Короче Ладно Все И так Три основных трюка Я уже выполнил И мне осталось Делать еще Три дополнительные И это Инфинити Фингерпасс И фигурейт Фингерпасс Я бы отнес к базовым Но Чтобы было красиво Я сделал Три базовых И три дополнительных Так что Чтобы шесть Было там Ровнее Когда три Чтобы выполнить Этот элемент Нам нужно взять Ручку между указательным И средним пальцем Согнуть указательный палец И в это же время Поднять безымянный палец Дальше проделываем То же самое Только уже с безымянным И мизинцем Поначалу Мои действия Были резкие Но Это из-за непривычки Напрягать так пальцы На фингерпасс У меня ушло 20 минут Так как Непривычное Опять же Движение для пальца После таких Плавных трюков Инфинити Чтобы А не Так Стоп Подожди А Фигурейт Фигурейт Подожди Так это что А Фигурейт Они же одинаковые Да ладно Для выполнения этого элемента Нам нужно будет Выучить вайпер вверх И вайпер вниз Чтобы выполнить Вайпер вниз Нам нужно взяться За основание ручки И Как бы Плавно ее Пустить вниз Что ли Да Чтобы сделать вайпер Вверх Нужно сделать все то же самое Только С нижней точки Теперь уже можно приступать К фигурейт Нам теперь нужно соединить Два таких вайпера Но При смене вайпера Мы наклоняем ручку в сторону И делаем прокрут Уже В сторону Этот элемент довольно таки легкий Если вы спокойно научились Делать вайпер Этот элемент Не так сильно меня волнует Так как есть немного Сложнее трюк Это Инфинити Инфинити практически так же делается Как фигурейт Только нужно в нижнем положении Переходить ручку С большого пальца На средний Опустить ручку И повторить Эти же движения Тут я немного запарился Так как ручка у меня была Не совсем подходящая Для этого трюка Но Он все же у меня получился Ну Опять же Не так как должно быть Но Ладно Все Все Итак Хочу сказать под конец Видео что Пэнспиннинг Это скорее всего Уже Не просто Крутить ручку А Это целая культура Где люди делятся Своими результатами И пытаются Создавать новые трюки Я хочу сказать Что Я не жалею То что я потратил На это время Так как было Ну реально Очень интересно И была необычная Нагрузка На мои пальцы Научился ли я Пэнспиннингу За эти 24 часа Решать Лично вам Но Я думаю Что для новичка Это довольно таки Неплохой результат И выучить 6 элементов За буквально 24 часа Ну там чуть-чуть больше Но Не важно Я надеюсь Что Вы не забыли То что будет Вторая часть Где я уже буду пытаться Комбинировать Все эти элементы И получать новые трюки Если вы досмотрели До этого момента То Вы большой молодец И вам правда нравится Что я снимаю Если это так То Напишите в комментариях Давай снимай вторую часть И Я буду знать Что вам В правду Это интересно С вами был Денис Увидимся В следующем Видеоролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok